Итак, хочу сегодня поговорить о Калпур Мини. Что с ним стало за полгода каждодневного использования. То есть в интернете очень много обзоров на новые девайсы, но я не встречал о том, как он выглядит через полгода. Хотя бы через месяц, через два. У меня в руках уже полгода. С чего хочу начать? По внешне, в принципе, изменения заметны только на задней крышке. Есть небольшие потертости. Так в целом, покрытие стойкое и очень приятное. Об этом уже говорилось не один раз. Он действительно очень приятный. Очень хорошо лежит в руке. В общем, я доволен этим девайсом. Пин даже не менял болтик за полгода. Это первый болтик с завода, который шел. Стоит ли покупать для тех, кто еще его не купил. Скажу одно. Однозначно стоит. Для тех, кто с Егошки хочет перейти на что-то более интересное, очень сильно рекомендую. В мое время, когда я начинал, таких девайсов не было. Не так давно и начал, в принципе. Но, тем не менее. Тогда альтернативой у меня стал Ваня. Пятый. Как, впрочем, у многих парильщиков. Ношу его в чехле, в стандартном, который шел в комплекте. Использую, в принципе, чаще, чем остальные девайсы. Внутри, как бы, ну, понятно, меняться нечем. Как бы, все как с завода. Пломба не снималась, все работает. Проведем тест платы. Потому что очень много страшилок в интернете на тему, что он не работает через паструб, он взрывается и так далее. То есть, производитель рекомендует это дело следующим образом. Уставляется максимальный ватаж. И приключается атомайзер. И нужно до отсечки продержать кнопку Fire. Я думаю, для теста платы мы будем использовать сегодня Ахиллеса. Потому что все остальные, ну, только на Лема еще можно накрутить. Там 0,5. У меня намотка. Ну, не хочется мне мучить Лема. Сейчас нужно заправить Ахиллеса. И так, выставляем 30 Ватт. И жмем кнопку Fire. ПА! Вы хотели такого, конечно, результата, но нет. Плата работает. Никаких уведомлений от ухода нет. Все в порядке. Я проделывал это ранее уже. Причем, 2-3 раза, по-моему, подряд. Все в порядке. Так. Еще покажу, что все работает по струб. Подсоединяем провод. Наверное, лучше закрутить. Ахиллеса, потому что сейчас перельемся. Так. Включил резидку. Все. Клапур мини. Идет зарядка. Как вы видите, все заряжается прекрасно. И пробуем по струб. Так. Только надо ватт поменьше. Зачем зря. Полить ватт. Ну, пусть будет 15-1. Ага. Лопатери. Пришлось поменять батарейку. Совсем была отсевшая. И не срабатывала файер. Все прекрасно парит. Слышите, да? Да. И порог идет. Все нормально. То есть, плата рабочая. Абсолютно никаких проблем нет. Да. Безусловно, были, конечно, бракованы изначально. Но, тем не менее, именно этот конкретно девайс. Причем из первой партии. Как бы один из первых вообще. Можно сказать, даже самый первый, который попал в Украину. До сих пор работает. Без нареканий. Все в порядке. В общем, такое получилось небольшое первое видео на этом канале. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Если понравилось. Если не понравилось, тоже ставьте дизлайки. Чтобы я понимал. Нравится это людям. Им не нравится. И работал над своими ошибками. Главное, ваша активность. Ваше внимание. Подписывайтесь на канал. Есть много еще чего вам рассказать. Показать. В пути есть несколько еще посылок. С фаста и гербеста. То есть, будет интересно и познавательно. Всем до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok.